Продолжаем тему производной сложной функции нескольких переменных. Нам необходимо найти производную сложной функции dz по dx, которая имеет две промежуточных переменных u и v и одну конечную. То есть вот это вот x это независимая конечная переменная. По готовой формуле производная dz по dx будет равна частной производной dz по первой промежуточной по du умножить на du по dx плюс частная производная dz по dv по второй промежуточной умножить на dv по dx. Найдем каждую производную в отдельности и подставим вот в эту нашу формулу. Для начала найдем dz по du. dz по du мы находим как обычную частную производную от вот этой нашей функции, принимая все остальные переменные за константы. То есть переменную v мы будем принимать за константы. Производная логарифма. Во-первых, одна вторая выносится за знак логарифма. Производная натурального логарифма это единица разделить на подлогарифмическое выражение, то есть надо единицу разделить на u деленное на v. То есть это значит, что надо дробь перевернуть. Будет v делить на u. И умножить на производную u деленное на v штрих по u. Это значит единицу на v мы можем вынести как константу за знак производной, а производная u штрих по u равна единице. То есть в результате у нас просто получится 1 делить на v. Теперь на v мы сократим. У нас окончательно получается 1 делить на 2u. Ну или если мы подставим вместо u то, чему она равна, у нас получится окончательно следующее выражение. 1 разделить на 2 тангенса в квадрате x. Переходим к следующей производной. Это у нас du по dx. Это производная тангенса штрих по x. Тангенса в квадрате штрих по x. То есть это будет тангенс в квадрате x штрих по x. Находим производную тангенса в квадрате как производную сложной функции. Это все равно что u в квадрате штрих по x. Производная u в квадрате это 2u на u штрих. Это будет 2 тангенса x умножить на производную самого тангенса штрих по x. А это будет 1 делить на косинус в квадрате x. Следующая производная это dz по dv. Частная производная. При нахождении dz по dv переменную u, то есть вторую промежуточную, мы принимаем за константу. То есть в результате у нас получается опять этот же самый логарифм. Это будет у нас 1, 2 мы выносим за знак логарифма. Умножаем на единица деленная на подлогарифмическое выражение. То есть надо дробь перевернуть v на u. И умножим на производную u на v штрих по v. А что это такое? u как константу по отношению к v мы вынесем за скобки. А производная единица на v равна минус единица деленная на v квадрат. То есть получается u мы выносим, а у нас еще в знаменателе получится минус v в квадрате. После сокращения на u и на v у нас получается окончательно минус 1 разделить на 2v. Или если вместо v подставить катангенс в квадрате x, окончательно получаем минус 1 разделить на 2 катангенс в квадрате x. А следующая производная это производная от dv под x. dv под x будет иметь вид. dv под dx. Это производная катангенса в квадрате x штрих по x. Катангенс в квадрате x штрих по x. Это будет 2 катангенса x умножить на производную самого катангенса. Это будет минус 1 делить на синус в квадрате x. Теперь все это можно подставить в нашу первоначальную формулу. Тогда окончательно мы получим dz по dx будет равно dz по du на du по dx. dz по du подставляем. Это 1 разделить на 2 тангенса в квадрате x. Умножить на du по dx. Вот что это такое. Это будет у нас 2 тангенса x разделить на косинус в квадрате x. Далее плюс dz по dv на dv по dx. То есть надо dz по dv умножить на dv по dx. Каждая из данных дробей отрицательна. Значит отрицательна умножить на отрицательна будет положительна. В результате у нас получается 1 разделить на 2 катангенса в квадрате x. И умножить на вот эту нашу дробь. То есть а это у нас будет 2 катангенса x разделить на синус в квадрате x. Сокращаем. Сокращаем на 2 понятно. На тангенс. И еще вот тут останется тангенс x на косинус в квадрате. Тангенс это синус на косинус. Значит мы еще не на косинус сможем сократить. То есть окончательно у нас получится 1 разделить на синус деленное на косинус. В знаменателе синус на косинус умножается. И вторая дробь точно такая же. То есть приводим подобные слагаемые. У нас получается 2 разделить на синус x и умножить на косинус x. До формулы синуса двойного угла не хватает числа 2. Значит надо 2 умножить и числитель и знаменатель. Умножаем на 2 числитель и знаменатель. Тогда в числителе у нас получается 4. А в знаменателе получается 2 синус на косинус. А это синус двойного угла. Это и есть окончательный ответ. Кому решение задачи понятно не забудьте поставить лайк. И напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok